всем привет видео абсолютно экспромт просто я поняла что я хочу еще раз проговорить эти смыслы я сейчас снимала рился про рекламу снимала контент для англоязычных аккаунтов и мне так много крутилась мысли в голове по поводу последних интеракций интеграции работы с клиентами с собой сейчас я начала вести свой собственный проект развитию на англоязычном рынке по позиционированию бренда себя и у меня есть несколько путей развития которые сейчас еще не очевидны публике но вот я поэкспериментирую как это пойдет и я сейчас сама собой занимаюсь вот этим разграничением ролей да такие пиполярчики что я есть клиент я есть продюсер я есть маркетолог я есть закупщик рекламы и когда у меня есть какие-то задачи я вот их себе ставлю то есть я их не ставлю марине я их ставлю менеджеру по закупке рекламе именно из этой позиции я иду договариваться про рекламу недавно я договорилась про рекламу у одного из крупнейших стакан instagram блогеров на болель вообще на финдонезию когда я закупаю рекламу youtube а я закупаю как тот кто закупает ее и отчитываюсь перед клиентом аренды которая владелица проекта когда я прописываю стратегию я прописываю как продюсер и ставлю задачи маркетологу который должен их выполнять чтобы добиться определенных целей и вот такие пози много ролевые роли в моей голове вот эти голоса вот сейчас играют такие роли и когда я сейчас через все это прохожу как говорится просто новый скьюз когда что-то мне пытаются сказать клиенты и первое что важно озвучить и всегда помнить все деньги которые вы зарабатываете это не ваши деньги это деньги бизнеса эти бизнеса деньги нужно делить на развитие на рекламу на маркетинг на продюсера на упаковку бренда на его улучшение на его развитие на его рост и потом можно взять себе зарплату то есть посчитаете сколько по зарплаты в проекте сначала то есть все расходы нужно посчитать а потом посмотреть сколько вы можете себе взять на зарплату это база это азбука это базовые бизнесовые вещи но я с ними сталкиваюсь каждый день и мне приходится доказывать что даже какой-то блогер даже тот кто имеет магазин на пол берез даже тот кто преподает онлайн занятия репетиторством по английскому или другому языку люди то что вы заработали это не ваши деньги если вы хотите больше клиентов если вы хотите развиваться если вы хотите быть конкурентоспособными на рынке и оставаться дольше развиваться при открывать какие-то новые направления помните что сначала мы везде их вкладываем читаем бюджетик из того что осталось мы берем себе зарплату когда ко мне приходят споры по поводу рекламы нужно она не нужна каких масштабов нужно ли платить а зачем весь хороший продукт не нуждается в рекламе сервис я это слышала фразу в 90-х когда мы бабушки и там подружки на лавочке обсуждали рекламу что она портит телевидение она прерывает новости и как-то так вот это появилось негативное отношение к рекламе по телеку которая прерывала какой-то фильм новости передачу поле чудес из тех времен мы не любим рекламу а реклама это мустик это маршрут это вай-фай это интернет который может рассказать вообще о том что вы существуете и особенно на рынке сегодняшнего особенно на рынке 21 века и в том дне в котором мы живем повсеместно повсемирно не известно где кто оказался на каких языках кто разговаривает и чтобы сказать просто хе-хе я есть нужна реклама реклама это не какой-то негатив и давайте эту установку немножко переработаем реклама это вай-фай это delivery еду вы же заказываете в ней говорить о какой это курьер плохой мне еду несет у меня отрывает от моего просмотра и нетфликса мне надо вставать эти двери открывать еду забирать нет это delivery до у вашего клиента миллион людей в мире нуждаются вашем продукте они просто вообще не знают что вы существуете кому-то нравится ваша харизма кому-то нравится ваше поведение образ жизни как я всегда говорю люди покупают не продукт люди покупают в первую очередь вас как личность но чтобы рассказать о вашей личности про это нужно говорить и это просто первоочередное почему нужна закупка рекламы это важно и как и сегодня записывал рился в инстаграме посмотрите и как раз недавно я проводила как продюсер клиента по этому пути когда я сама осматриваю блогеров я их сама смотрю я вижу повестку дня у блогеров и понимаю что о этот чувак сейчас делает это и это просто идеальный момент сметчить наши продукты у меня в голове сразу концепциями сразу реклама мне сразу подводка я пишу блогеру договариваю с его командой говорит так такая история давайте обсуждать блогер говорит вообще огонь и супер круто все залетаем потому что это не навредит моему каналу это не навредит реклама хотя очень многие блогеры пока соглашаются на рекламу кого пофиг что рекламировать но когда приходит клиент как мы с рекламой которая усиливает бренд который написано просто слова слова под него просто прямо идеально никто в жизни вот я смотрел эту рекламу и такого магат я верю прям как станиславский да я верю хотя я знаю что я прописала текст это реклама слова слова и блогер сказал эту рекламу просто слову слова но так как я его знаю я его кого смотрю подсматриваю и я написала рекламу в его стиле его словами его поведением его фразочками я настолько завернула наш продукт и за столько его упаковала что потом я читала комментарии и все писали спасибо за рекламу она была офигенная спасибо за рекламу какой толк и дело вы сказали кто-то писал я не понял что вы сказали что это была реклама вообще сказали офигенную вещь все мы идем там тоже учить язык это классное предложение и самое классное что я проверила что аудитория хоть как мне казалось она не пересекается я очень крупно рисковала боясь там схватить хейт связи с политическими ситуациями и военными но там были наши клиенты там были наши подписчики там были кто насмотрит и кто написали как там подарящие слова поддержки говорили что да мы там много лет учим язык мы поддерживаем это вообще офигенные блогеры учитель пожалуйста подписывайтесь и когда мы потом обсуждали результаты рекламы с логером его команды и мы видели эти сообщения вот это момент счастья и победы и блогера который продал мне время и продал мне свое время своей аудитории и наши которая правильно стратегически выбрала как делать у кого делать и когда делать не выжидая и такие моменты они офигенные в такие моменты поняла спасибо вообще за то что я живу за то что я делаю что то что я создаю поэтому давайте вкладывайтесь продукты вкладывайтесь реализацию и кстати кто не читал мой пост про стартап подкаст я писала историю из личной жизни про моего бывшего как он открывал свой бизнес и как он про это говорил и как он меня научил одним моментом из бытовой жизни действительно понимать когда ты гордишься своим продуктом когда ты хочешь его спрятать когда ты хочешь себя исключить из продукта сказать что ну это я просто я рядом постоял если он выстрелит очень многие мои клиенты если у меня выстрелит а потом всем скажу что это я а пока я буду тихо молчать и вообще никто про это не узнает если не получится вдруг если не получится я боюсь обосраться ага а кто будет показывать путь клиентам не интересен успех на блюдечке для этого есть мишленовские рестораны все хотят увидеть что мы такие же и они такие же все такие же все люди всех есть проблемы всех есть путь мы покупаем историю они бренд мы покупаем то что стоит за брендом что стоит за громким и это то что потом играет на нас то что помогает нам развитие так у меня уже потемнело начало еще при свете закончила в ночи давайте работать давайте развиваться я с вами я всегда рядом всегда готова вас поддержать проконсультировать и создавая все самое лучшее до самых лучших людей спасибо за ваше время люблю